Наш доклад посвящен эффективности дистанционной лучевой терапии метастазов в скелет, а именно выбору критериев ее оценки. Частота метастатических поражений скелета по данному аутопсии составляет 40-45%, и именно развитием костных метастазов обусловлено большинство случаев онкологической боли. Лучевая терапия по-прежнему широко применяется при лечении данной патологии, несмотря на новые методики хирургического лечения и современные схемы лекарственной терапии. Лучевая терапия позволяет добиться уменьшения болевого синдрома у 60-90% больных с вероятностью полного обезболивания в 30-60% случаев. Целями лучевой терапии костных метастазов являются в первую очередь уменьшение болевого синдрома, также предупреждение патологического перелома при невозможности его хирургической коррекции, предупреждение или уменьшение неврологической симптоматики. Все эти задачи призваны выполнить одну главную – улучшение качества жизни пациента. Это особенно актуально в настоящее время в свете увеличения продолжительности жизни больных с диссиминированными процессами. И еще одной очень важной задачей, естественно, является локальный контроль. Когда мы говорим о лучевой терапии костных метастазов, мы, как правило, предполагаем палеотивное лечение, но в последнее время все чаще речь идет о так называемых условно-радикальных методиках лечения, это касается солитарных и олигометастазов. В этом случае все чаще используются методики стереотоксической лучевой терапии. Здесь представлены результаты СБРТ, метастазов-скелет, по данным разных исследований. Здесь видно, что в целом эффективность метода достаточно высока, как в отношении полного обезболивания, так и в отношении локального контроля, который во всех исследованиях превышал 80%. Критерии эффективности лучевой терапии и метастазов-скелет. Мы выделили следующие, клинические. Это, в первую очередь, уменьшение болевого синдрома, который оценивается с помощью различных шкал, шкал вербальных оценок, визуально-аналоговой шкалы, мимической шкалы и так далее. Полный эффект мы констатируем как полное исчезновение болевого синдрома. Частичный эффект – это неполное обезболивание. И общий эффект – это полный плюс частичный эффект. Помимо этого, мы выделили критерий относительно редукции болевого синдрома, который и был использован в нашем исследовании. Во многих исследованиях используются критерии снижения дозы анальгетиков, а также вероятность рецидива болевого синдрома и его сроки. К структурно-метаболическим критериям следует отнести изменение размеров очага поражения, изменение плотности костной ткани и изменение метаболической активности очага. В этой таблице представлена сравнительная оценка методов визуализации, которые позволяют оценить все характеристики метастатического поражения как исходно, так и для оценки локального контроля. Помимо клинических, помимо метаболических и структурных критериев здесь также учитывается доступность и цена исследования. Но и надо сказать, что для полной характеристики метастатического поражения всех параметров, конечно, необходимо использование всего комплекса методов. Далее хотелось бы представить данные собственного рандомизированного исследования, которое включало 686 курсов облучения у 485 больных. Мужчин было почти в три раза меньше, и средний их возраст был достоверно выше, чем у женщин. Медианное наблюдение составило 70 месяцев. Здесь представлен дизайн исследования, которое состояло из трех этапов. На первом этапе использовался в качестве контроля режим традиционного фракционирования и четыре крупнофракционных режима по 6,5 грей. Пятифракционный режим был исключен на ранних этапах из-за высокой токсичности. И на первом этапе проводилось изучение влияния длительности курса на эффективность. Облучение проводили ежедневно, через день, либо один раз в пять дней. На втором этапе число фракций сократили до трех, на третьем – до двух. Что касается локализации первичной опухоли, большинство, естественно, составили опухоли молочной железы. По 57 случаев было метастазов рака простаты и легкого, 47 – рака почки. Помимо этого, в исследовании представлены и более редкие локализации, такие как меланома, саркома, шейка, тело, матки. 16 случаев опухоли без метастазов, без выявленного первичного очага. Локализация метастазов в скелете в целом соответствует стандартной. Большинство составляли спинальные метастазы – почти 50%. Далее по частоте следовали поражение костей таза – 30% и длинных трубчатых костей – 13%. Протяженность поражения масс мы оценивали по следующим критериям. Первую группу составили небольшие поражения, менее 3 см или 1 позвонок. Вторую группу – от 3 до 10 см или от 2 до 5 позвонков. Третью группу – большие поражения, более 10 см или более 5 позвонков. Большинство больных имели поражение второй и третьей группы. Что касается протяженности поражения в зависимости от локализации первичной опухоли, то наибольшая протяженность поражения была выявлена для метастазов рака в расстательной железе. Интенсивность болевого синдрома мы оценивали по 4-бальной вербальной шкале. И большинство случаев было представлено умеренной и выраженной болью. Зависимость исходной интенсивности болевого синдрома от локализации первичной опухоли. Достоверные различия были получены для рака предстательной железы и легкого по сравнению с метастазами рака молочной железы. Учитывая тот факт, что в группу достоверных отличий попали метастазы рака молочной железы и простаты, мы проанализировали интенсивность болевого синдрома при опухолях со смешанной гендерностью. И получили, что у женщин интенсивность болевого синдрома достоверно ниже, чем у мужчин. Это наблюдалось и при раке легкого, и при раке почки, и при раке толстой кишки. По нашему мнению, это, вероятнее всего, связано с психологическими особенностями, но при проведении подобных исследований фактор гендерности необходимо учитывать. Как и следовало ожидать, протяженность поражения достоверно влияла на интенсивность болевого синдрома. Зависимость была прямая. Чем больше протяженность, тем выше интенсивность боли. Что касается локализации метастазов скелетий, наибольшая интенсивность болевого синдрома зафиксирована для метастазов крестец. Результаты исследований. Общая эффективность составила 96%. При этом не было выявлено влияние ни локализации первичной опухоли и метастазов, ни исходной интенсивности боли, ни дозы и режима облучения. Полный обезболивающий эффект наблюдался в 59% случаев, и здесь уже подобные влияния были получены. Частота рецидива болевого синдрома 8,7%. Это представлено в этой таблице. Здесь мы видим, что при использовании всех крупнофракционных режимов общая эффективность существенно не отличалась. Тогда как вероятность достижения полного эффекта достоверно отличалась по мере увеличения количества фракций. Вероятность развития рецидивов боли также достоверных отличий не имела. Зависимость дозы эффекта оказалась достаточно наглядной. Мы видим, что наибольшая частота полных эффектов зафиксирована для мелкофракционного режима, и она достоверно возрастала при увеличении числа крупных фракций от 2 до 4. Полное обезболивание в зависимости от дозы и исходной интенсивности боли. При слабой интенсивности боли зависимости выявлено не было, а вот при умеренной и выраженной боли эффективность возрастала и возрастала достоверно по мере увеличения числа крупных фракций. Полное обезболивание при различной локализации первичной опухоли. Здесь мы видим, что наибольший прирост получен для метастазов рака при стательной железе. В меньшей степени он наблюдался при метастазах рака молочной железы и легкого, и отсутствовал при раке почки. При факторном анализе факторами прогноза достижения полного обезболивания оказались локализация первичной опухоли, доза, исходная интенсивность боли и локализация костного поражения. При многофакторном дисперсионном анализе только локализация первичной опухоли и исходная интенсивность болевого синдрома явились независимыми прогнозическими факторами эффективности лучевой терапии метастазов в скелет. Мы построили условную шкалу радиочувствительности костных метастазов в зависимости от локализации первичной опухоли. Были получены достоверные отличия для меланомы и рака молочной железы по сравнению с метастазами рака легкого и почки. Здесь мы при построении этой шкалы использовали два основных критерия – это частота полного эффекта и процент редукции болевого синдрома. Таким образом, в группу высокой эффективности в нашем исследовании попали, как неудивительно, метастазы меланомы и сарком, помимо этого метастазы рака молочной железы, тела матки и предстательной железы. Наибольшую радиочувствительность показал карциноид, однако число исследований невелико и достоверность здесь отсутствует. В группу низкой радиочувствительности попали метастазы рака мочевого пузыря, легкого, шейки матки и безвыявленного первичного очага. Наиболее резистентными оказались метастазы рака почки. Метастазы остальных локализаций могут демонстрировать как умеренную, так и низкую радиочувствительность в зависимости от набора ситуаций, о которых говорил свыше – от протяженности, поражения, наличия деформации исходной интенсивности боли. В заключении хотелось бы сказать, что при сопоставлении различных методик дистанционно-лучевой терапии наиболее значимыми групповыми клинико-радиобиологическими критериями в нашем исследовании оказались вероятность достижения полного обезболивания и степень редукции болевого синдрома. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...